Дорогие братья и сёстры, приветствую всех! Я очень рад, что мы можем сегодня быть здесь, и уже много нам Бог сказал. Мне иногда кажется, что вот, Господи, вот ты каждое собрание для нас вот так много готовишь, после первого профи, ты можешь сказать аминь и уже идти делать, уже идти прям выполнять то, что Бог нам говорит. Вообще богат, обильный стол, и, казалось бы, ну, здесь уже достаточно. Но, тем не менее, может быть, для кого-то это слово будет, то, что я сейчас буду говорить. Братья и сёстры, кому из нас, точнее сказать даже так, что я уверен, что в этом зале нету человека, который ни разу не испытал вкус неудач. Говорят, самое первое разочарование, которое мы встречаем в жизни, когда ребёнок первый раз дают ему соску. Что он думает, что у него соска? Нет. Это обман. Это обман. И так часто в нашей жизни мы одно подменяем другим, и приходит время, когда разбираешься в ситуации, и думаешь, о, оказывается, не так. Я думаю, что для нас знакомо такое понятие понедельника. Сколько раз мы начинали понедельник? С понедельника начну. Так было? Дети сейчас пошли в школу. Посмотрите внимательно. Я вспоминаю свои тетрадки, даже недавно как-то разбирал, и наткнулся на свою тетрадку. Вначале, как я ровно пишу, классная работа, вывожу. А в конце, а в конце крестики-нолики. Там, в конце тетрадки. Хорошо, если она вообще дойдет до туда, но в целом, почему так в жизни, братья и сестры, у нас происходит? И ведь это только, ну, это часто такое мы себя ловим на этом? Начинаю хорошо. Господи, вот с чистого листа. Жизнь начну с чистого листа. Или, как говорят, с нуля. Чтобы с нуля начать, надо до него еще дойти, да, в финансовом плане, если говорить. Вы знаете, друзья, Христос, видя эту проблему, рассказал интересную притчу. Я сначала не мог понять, как она, почему здесь Христос об этом говорит. И потом я понял. Я хочу эти мысли передать вам. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43, 44, 45 стих. Тогда нечистый дух выйдет из человека, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Пока не беря контекст, давайте разберем немножко эту притчу. О чем вообще здесь речь Христос говорит? Вообще, Христос, если коротко, то Христос здесь себя противопоставляет морали, самоправедности. Как это видно? Он рассказывает притчу о том, что о том, что нечистый дух, который живет в человеке, по какой-то причине оставляет человека. По какой-то причине. Ну и, судя по тому, что мы там дальше читаем, что это не самый злой дух. То есть, он оставляет человека, и человек в какое-то время живет свободно. Он освобожден от влияния сатаны. Это, может быть, какие-то привычки или там что-то, что очень плохо влияет на нашу жизнь. Дух вышел из человека, злой дух, и не находя себе покоя, потому что в телесном виде дух, он не обитает. он обитает вне тела. Но для того, чтобы ему быть противным Богу, нашел, собственно, это его назначение, он это делает через, ну, по Писанию мы видим, через плоть, через людей. И вот он, ну, это мы понимаем, что он не нуждается в пище, и он ходит по местам безводным, ища покоя. А покоя он находит тогда, когда он делает противное Богу. И когда он противное Богу делает, то это, это тогда он находит свой покой. В этом он находит свой покой. И написано так, что не нашед покоя, он думает, возвращусь я в этот дом. Приходит, а дом чистый, выметенный, написано. Но там никто не живет. Что он делает? Он идет, берет с собой злейших, семеро, и поселяется в этот дом. И человеку написано, что последнее бывает хуже, чем было до этого. Мне казалось, когда я читал раньше эту притчу, мне казалось, что Христос, что вот, знаете, как мы говорим, что Христос, Сатана живет в сердце человека. Ну, знаете, Сатана живет в сердце человека, и, казалось бы, его явные проявления, это что должно быть? Ну, когда человек, знаете, такое, как бы, проявление Сатаны, когда вот, ну, неестественные такие. А здесь, оказывается, Христос говорит о том, что, когда он, вообще, вот, получается, как будто были проявления Сатаны до этого, а потом стали еще хуже. вы знаете, когда Христос говорит об этом, он говорит, что очищение нашего сердца, оно обязательно сопряжено с тем, что кто-то должен потом быть, жить. И, вот, так не бывает, что высвободился, освободился человек, и потом он вот такой довольный и свободный. Это вот, как раз то, о чем Христос хотел сказать, о морали. Я такую цитату выписал для себя. Мораль без Христа, без жизни во Христе, не более, чем притворство, и чем больше человек полагается на нее, тем более опасной она становится. Когда человек освобождается от действия сатаны, это может быть, и Бог сделает во время покаяния. Вышел человек вперед или обратился перед Богом, покаялся, Бог дает ему свободу. Но теперь хочет Бог от нас и от этого человека дальнейшие шаги. Какие дальнейшие шаги мы видим, что нужно было бы сделать? Нужно сделать было так, чтобы Христос поселился в сердце этого человека на правах полноправного хозяина. Тогда, когда сатана бы подходил туда, то он видел, что там место занято. Оно не пустое. Ему там места нету. Вот интересно, здесь Христос говорит вот это место, глагол, который здесь жить применяется, он такой же глагол, как и в Ефесянам 3 главе 17 стихом написано. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Вот это «вселиться» это тот же самый глагол, что и здесь. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и роза медь, провосходящую разумение и любовь к Христу». И там Бог говорит, апостол Павел говорит, что Бог в нас действует великой силою. Верую вселиться в Христу сердца наши. Братья и сестры, А теперь мы вернемся к тому вопросу, с которого мы начали. И вообще, насколько, почему это опасное состояние? Вы замечали, что очень часто мы надеемся на себя. И я думаю, что я с этого понедельника, ну, как сказать, или с завтрашнего дня, или с ближайшего, я начну жить лучше. Проходит время, я понимаю, что я еще хуже стал. Сколько раз у нас такое было? У меня такая же история. Думаешь, Господи, Ты мне указал на что-то, все, я буду теперь бороться, я буду работать над собой, и победа будет. И на первых порах, казалось бы, так и бывает. Но в конечном итоге по ним приходишь к такому выводу, что я банкрот полный. И мое положение, оно еще хуже становится, чем было. И почему Христос говорит о том, что это положение страшнее, чем было до этого? Потому что человек, когда без Христа живет, освободившись от греха, живет без Христа, это наша религиозность, которую мы, вот у нас есть определенный свод правил, которые мы понимаем. Помните, я рассказывал пример о том, что мы прекрасно знаем, как должен вести себя христианин в той или иной ситуации. Ну, чаще всего для нас это понятно. И мы где-то начинаем жить не потому, что там внутри Христос нас живет, а потому, что мы себя вот так, мы себя вот так приучили к этому. Вот Христос, зная это, говорит, будьте как дети. Почему? Потому что ребенок, у него что там внутри, то на языке, то и в поведении. Вот у него нет, у детей нет вот этой разницы. Мы же с вами прекрасно знаем, что в этой ситуации вот это говорить нельзя, а вот это можно. Вот так нужно себя вести. И где-то мы себя ведем так. Знаете, братья, дорогие сестры, я думаю еще о чем. Почему Христос говорит? Почему Христос говорит о том, что это опасно? Вообще в этот момент в Израиле вообще эта притча была сказана фарисеям. Там до этого в 38 стихе написано, что некоторые из книжек фарисеев подошли к нему и просили знамения. И он говорит им, не дастся этому роду знамения. По истории так. После Вавилонского пленения примерно в течение двух тысяч лет не было вот такого государственно-государственного уровня идолопоклонства в народе израильском. Примерно в районе двух тысяч лет. Так историки пишут. И вот фарисеи, которые настолько вот Писание извратили, они так хорошо все это дело вот внешнюю форму сделали, что внутренность осталась пустая у них. И как достучаться такому человеку Богу нашему? Как до такого сердца достучаться, когда человек не понимает, что ему нужен Спаситель? Часто бывает так, Богу легче достучаться до грешника, сознающего себя полным моральным и ну полной греховности. Но если человек не видит нужды во Христе, как до него достучаться? И когда я читал эту притчу, я понял так, что внешнее исправление без преобразования внутреннего ведет к тому, что человек становится невосприимчивым, восприимчивым еще к большему злу, чем то, которое он оставил. Вот здесь Христос провозглашает очень важный принцип, принцип замещения. Мы часто с вами очень часто переживаем и часто об этом говорим и думаем и наша жизнь настроена на то, чтобы нужно победить грех. И мы боремся. И так Писание говорит. А вот здесь Христос говорит, вы сделаете так, чтобы сердце ваше было открыто для Бога, чтобы ваше сердце был полноправным хозяином Христос. И тогда, когда подойдет сатана, ему просто места не будет. Друзья, если вдруг в нашем собрании есть тот человек, который время от времени, раз за разом понимает, что он не может устоять, может быть, даже Богу нашему приходится иногда допускать, чтобы мы где-то вляпались в грязь, можно если так сказать, чтобы понять, насколько мы испорчены. Когда эта мысль мне пришла, я испугался, потому что, Господи, неужели вот такие мы испорчены? А ведь так и есть. Знаете, друзья, я хотел бы это место, сейчас будем молиться, место оставить всем в пожелании. У нас сейчас начинается новая неделя. Мы пойдем каждый день, будем где-то в мире, мы должны светить, мы должны соприкасаться с грехом. Как сделать так, чтобы грех на нас не имел влияния? Ну, как сделать так, чтобы плохая жидкость не попала в ведро? Надо, чтобы она была наполнена другой жидкостью, чтобы у нас было закрыто и там было полно. Вы знаете, друзья, наполняясь Христом, у нас не будет места к греху. Вот здесь Христос такой важный принцип, принцип замещения. Как-то в беседе я говорил, как вот из этого помещения убрать тьму ночью? Что нужно сделать? Какими средствами? Надо просто сюда впустить свет. И об этом как раз Христос говорит. Первая мысль о том, что без Христа мы просто религиозные грешники. Если наша внешняя сторона, она может быть хорошей, но если не будет там Христа, это самое опасное положение. В этом положении оказался народ израильский в то время. Друзья дорогие, есть опасность и нам попасть, независимо от того, в какое время мы живем, и нам попасть в это положение. А второе, веру вселиться в Христу в сердца ваши. Вот этого от нас хочет Бог, чтобы Он в нашей жизни жил не просто на правах квартиранта, знаете, ну сегодня у меня есть возможность, я тебя пущу, вот здесь все мое, ну вот все твое, ну вот эту часть вот в эту комнату это не для тебя. Нет, Христос либо полновластным хозяином будет в нашей жизни, в противном случае мы будем в очень плохом положении. Друзья дорогие, я предлагаю сейчас помолиться, чтобы каждый из нас мог провериться. Попросим его милости. Аминь. Что-то другое чуть ли н pleas Scrations 0 Jest могу בר этой ав